Добрый день, я Максим Ордовин, я преподаю средневековую археологию на университете имени Лоран Тайотвеша в Венгрии, Будапеште, кафедра средневековой археологии. Я живу в Венгрии с 1991 года, когда я переехал и остался в Венгрии, когда мы узнали, что практически союз уже конец и смотрели по телевизору в августе 1991 года, что творится в Москве. Родители решили меня здесь оставить у дедушки. У меня дед Венгер, сам я родился в Волгограде. Родители живут и работают на Байконуре, все еще живут там. И у меня еще две сестры и один брат. Одна сестра в Подмосковье, другая сестра все еще на Байконуре, брат в Москве. Но брат и младшая сестра родились на Байконуре. То есть в Казахстане я уже не большую часть своей жизни, но все равно 12 лет я жил в Казахстане. То есть я родился в Волгограде, но мне еще не было даже года, когда мы всей семьей переехали в Казахстан. Времени не было больше на другие проекты. То есть я знаком. Мы там со многими встречались, но это было так давно, что я вот не могу всех назвать. Ну, конечно, с Байпаком мы встречались, познакомили нас. Аймама Дуубаевна со всеми нас познакомила. Куда мы не ходили, она со всеми нас знакомила. То есть мы практически со всеми встречались. Но так как мы были постоянно в степи, то есть копали, так очень близкого сотрудничества не получилось. Самое интересное, это как раз 2009 год, уже последние дни раскопок, так как говорят, как и всегда, во всех случаях на раскопках, мы нашли колодец. То есть на последние три дня мы копали колодец. Довольно узкий и глубокий, то есть 4,5 метра точно. Глубже мы не докопали, за три дня не вышло. И там мы нашли очень интересные находки. В основном это поливная керамика, но поливная керамика с арабскими надписями. И вот этого мы не ожидали. Мы думали, что мы нашли довольно так бедное городище, то есть целиком разграбленное и практически не очень интересное. Ну, как раз этот колодец указал нам на то, что самый первый период жизни этого городища, там материальная культура была очень богатая, очень красивая. Самые наиближшие, самые такие интересные аналогии этой керамики, поливной керамики находятся в Самарканде. То есть я уверен, что эта керамика все-таки оттуда. И это указывает на это, ну, это не так близко. То есть на связи с Самаркандом, торговлю с Самаркандом. Еще интересное то, что стоит упомянуть, между интересными находками, это амулет, крест. То есть костяной, очень интересный. Это указывает на то, что там все-таки, ну, арабские надписи, там это религиозные в первую очередь, то есть исламские. Там это не вопрос. Это караханитское время, там уже ясно было все-таки исламское время. А крест, то, что мы там нашли, это уже интересно. Это указывает на то, что там параллельно эти религии существовали в одном месте, на одном поселении. И еще мы нашли детали, фрагменты сосудов. Ну, не знаю, с какими надписями, еще язык точно не смогли установить, но похоже на уйгурские. Ну, это еще надо будет определить. Тура на Венгрии, конечно, повседневная, то есть везде можно встретить. Ну, сами венгрии тоже кочевники были, потому что, поэтому, когда у меня были собственные раскопки на Великой Ингельской равнине, мы находили эти памятники, связанные с кочевниками, ну, и мы находили и куманские памятники тоже. Ну, это поселения, все это такие временные поселения. В Венгельской равнине, когда мы провели раскопки, то есть свои собственные раскопки, мы там находили кочевнические памятники венгерские и куманские. Это было очень интересно. Ну, они не были такими яркими, то есть, как, например, в Казахстане. То есть, мне не повезло с такими огромными золотыми, там, серебряными находками, как многим моим коллегам. Ну, ничего страшного, потому что повседневная материальная культура тоже очень интересная, и все-таки керамика в некоторых случаях очень похожа, вот как кочевническая керамика в Казахстане. И на территории, вот как раз в этом году, несколько месяцев назад, у нас была экспедиция в Иерасском Курдистане. Ну, там тоже очень много кочевнических памятников, потому что эта территория, несколько раз там проходили кочевники. И там были скифы, и вот прятки турок сегодня современных, то есть, тоже разные тюркские племена, и довольно яркие памятники находили. Ну, в основном монеты пока, но мы только начали раскопки, и поэтому пока полтора метра то, что мы выкопали с поселения, где наслоение, культурное наслоение достигает 30 метров, поэтому так слишком много еще рассказывать не могу. Ну, надеюсь, на следующий год или там через пару лет докопаемся и до 10-11 веков. Пока что мы копаем 18 век, но на поверхности в некоторых местах уже находили красивые монеты, связанные с тюркским периодом этого региона. Ну, историк и археолог не совсем то же самое. Потому что археолог, мне кажется, всегда историк, но историк не всегда археолог. То есть, самое главное, думаю, что для археолога, если хочет вот так копать, как и мы ездим по всему свету, ну, может быть, нельзя бояться. Я думаю, здесь не столько о войне, там, гражданской войне, или как в Ираке сейчас, а условий. Потому что очень часто мы живем в таких условиях, работаем в таких условиях, которые обычный европейский человек не может себе представить. Потому что все-таки в степи, в палатках целый месяц копать там и бурьи всякие, и в Ираке там и холод, и перепады. Температуры очень сильные. Иногда, вот в Словакии, когда работаем, мы живем на замке, то есть на развалинах замка в одной башне, которая сохранилась. У нас там нет ни воды, ни электричества, просто накрыли одну из башен, которая сохранилась, и там в спальных пешках, вот не в палатках, конечно, а там как раз в этой башне живем, воду каждое утро носим, то есть возим на машине с речки, которая течет под нами, очень чистая, потому что все-таки мы в горах. Ну, говорю, электричества нет, связи, то есть сети никакой нет, поэтому дозвониться до нас там невозможно. И вот, кто хочет быть таким археологом, а не просто сидеть в кабинете, вот это надо рассчитывать на такие условия. Но студенты наши очень-очень любят все это, это все-таки романтично. Так, пока еще им 20 с чем-то лет, это очень приятно, очень интересно, очень так заманчиво, поэтому проблем у нас нет сети. В 91-м году я уже знал, то есть уже даже родители знали, что я хочу стать археологом, то есть эта мечта зародилась в Казахстане. Вот мы жили там на Байконуре, но все равно мы видели там огромные средневековые города, города-призраки или развалины городов, там недалеко от Байконура как раз Сауран, и там много очень-очень красивых памятников, даже Атрар тоже могу упомянуть, тоже не так далеко. И вот когда мы летели на самолете, и когда самолет поднимался, я помню, что я из окна видел, из иллюминатора видел эти развалины, или что-то так припоминаю, но в связи с этим я всегда уже как раз в Казахстане, в связи с Казахстаном, с казахскими памятниками, я захотел стать археологом. И эта моя мечта сбылась, правда, уже не там, а здесь, в Венгрии. То есть я целенаправленно выбирал школы, сначала среднюю школу, потом уже университет, чтобы стать археологом. То есть в конце 90-х я поступил здесь на курс археологии, средневековой археологии, закончил. И с того времени я здесь, в этом университете, сначала как аспиранта, сейчас уже как адъюнкт, как здесь говорят, и преподаю уже с 2007 года средневековой археологии. И, конечно, я никогда не забывал о моей связи, о корнях в Казахстане. И у нас был небольшой проект, связанный со средневековыми памятниками на территории Казахстана, Южного Казахстана. Мы связались с Айман Досымбаевой в Казахстане, и у нас был общий проект по исследованию тюркского наследия. Мы исследовали вместе средневековые памятники поселения и захоронения на территории Жатысу, то есть недалеко от Мерке, в горах, и могу назвать Мерке, Аспару и Шу. Недалеко от Шу находится поселок Толяби. Около поселка городище, ранее практически никем не исследованное. И вот мы там два года копали. Первый год мы там провели топосъемку, а потом два года мы провели раскопки. Эти раскопки мы закончили, то есть остановились с раскопками в 2009 году. С того времени, к сожалению, не было возможности вернуться и продолжать. Ну, конечно, мы никогда не думали, что все наши исследования закончены в Казахстане. Как будет возможность, мы возобновим это сотрудничество и продолжим наши исследования. Ну, мне кажется, уже мои мечты сбылись. Потому что у меня, ну, главные мои мечты, могу сказать, потому что одна из, ну, главная мечта, наверное, получить, вот как на исследование, такой памятник, который могу копать до конца жизни, и который очень богатый, и который очень интересный, и очень интересная история, вот такой памятник у нас есть, у меня есть на территории Словакии. Это замок Чабрак, или Чабрадь по-словацки. Мы там уже четыре года копаем, и, надеюсь, еще будет у нас 20 с чем-то лет. Но это огромный замок, огромные развалины, очень-очень красивые. Вокруг нет ни одного, в близости нет ни одного поселения, то есть там 5 километров надо добираться лесом. И очень богатый существовал с 13 века до 1812 года, вот тогда был уничтожен пожаром, и очень красивые, очень интересные находки, и архитектура тоже очень красивая и интересная. Ну, поэтому одна, это моя мечта такая, чтобы исследовать очень интересный такой оригинальный памятник. Но другая моя мечта, которая вот начала сбываться, она потом в 2009 году, надо было остановиться, это исследовать, вести исследования в Казахстане. То есть я там вырос, для меня это... Даже если я не там родился, все-таки родина для меня, в первую очередь, Казахстан. Потому что вот не было еще года, и я, ну, можно сказать, с одного до 12 лет, я жил в Казахстане, в степи. Все-таки самые старые мои воспоминания, связанные с Казахстаном, с Казахской степью. Поэтому я всегда желаю туда вернуться. Ну, в этом году у меня вот эта иракская, курдистанская степь тоже там чуть была похожа, но все-таки не то же самое.